Привет, друзья! Хочу поделиться с вами несколькими очень важными моими наблюдениями насчёт изучения языков. Сам я изучил три языка самостоятельно. Это нестандартные языки, в том числе и англейские, которые сейчас уже никого не удивишь. Итак, что нужно понять? Что языки, их можно сравнивать подобно тому, как вы воспитываете ребёнка. Это означает, что вы должны вкладывать. Поначалу, когда ребёнок маленький, он ни на что не способен, не может о себе позаботиться. Это означает, что вы должны о нём заботиться, ухаживать, вскармливать, уделять ему внимание. То же самое актуально для изучения языков. Если вы это поймёте, то вы достигнете большого успеха, потому что языки — это живое явление. Если подходить к этому какому-то механическому процессу, то, скорее всего, вы не достигнете серьёзных результатов. Это означает, что язык нужно полюбить. Нужно найти буквально в своём сердце, в своём неком внутреннем подсознании, нужно найти место для языка, нужно для него выделить отдельное место, отдельную комнату. А не так, что в какой-то там пять минут свободный вы решаете допустить его. Нет, там должно быть постоянное для него место. Это вот так работает, очень интересно, что всё начинается в принципе, да, всё начинается с нашего, ну, с того, как мы это воспринимаем. То есть с подсознания, сознание, подсознание. Вот, не буду сейчас тут улыбляться в термин, но так или иначе, вот с внутреннего понимания. Начинается всё не с грамматики, а с внутреннего понимания. Если вы правильные установки сделаете в начале своего изучения, то вам гораздо будет потом проще, и многие какие-то проблемы, с которыми люди сталкиваются, скорее всего, пройдут мимо вас. Итак, я говорил про то, что язык подобен на ребёнку. Да, это действительно так. Изначает, что поначалу нужно уделять ему внимание, уделять ему время, стараться находить это время, стараться, ну, например, да, когда, смотрите, семейная пара, вот до того, как у них не было ребёнка, они там тратили как время на себя, на свои какие-то личные интересы, заботы и так далее. Когда появляется ребёнок, у них всё меняется, да, это я слышал от моих знакомых, у которых вот дети появились, да, и они многие все говорят, что, да, поменялось, а теперь нужно подстраивать своё время таким образом, чтобы вот нужно было уделять время, можно было уделять время ребёнку, соответственно, приходится где-то жертвовать своими интересами, да. Это всё абсолютно относится также к изучению языка. Вам нужно, если вы хотите серьёзных результатов, то вам придётся начать где-то жертвовать своими другими интересами, ну, хотя бы чуть-чуть для начала. Вот, а это очень важный момент, который нужно понять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!